Леонид Кучук наконец-то рискнул уйти от схемы с пятью защитниками, отправив Макеева налево. Майер, Гацкан и Байрамян расположились в центре, а на фланг атаки вернулся восстановившийся Калачев. На последнем рубеже Илья Абаев. Илья сыграл очень надежно в прошлом матче. А чего объяснять? Если человек вратарь играет надежно, значит он заслужил это право. Начали игру команды осторожно, не рискуя сломя голову бежать в атаку. Первый тревожный звоночек у ворот Анжи прозвенел только в середине первого тайма. Ионов хорошо отработал на левой бровке и зрячий транзитом через Калачева вывел Бухарова к воротам. Но Александр затянул с ударом и полуяхтов успел принять его на себя. Ближе к концу первого тайма ростовчане полностью взяли инициативу в свои руки и основательно поджали гостей к своим воротам. За две минуты до свистка на перерыв после удара Поршевлюка мяч угодил в руку Брызгалову. Михаил Вилков без раздумий указал на точку. Исполнять пенальти пошел Бухаров, который развел мяч Илорию по разным углам. Хорошо, что забили, повели в счете. Главное сейчас сделать какие-то поправки и выйти, попытаться скрыть агрессивно и забить второй мяч. И логически довести на победу. На второй таймах очкалинцы вышли более заряженными и сразу же бросились штурмовать ворота Абаева. Ростовчане редко, малыми силами ходили в контратаку. После подачи Калачева-Муглового выше всех выпрыгнул Бухаров, скинувший мяч в сетку ворот. Дубль Александра Бухарова. Было видно, что психологически было очень тяжело. Но команда справилась с этим. Мы, скажем так, от первой до последней минуты держали всю структуру. И за короткий промежуток времени мы сделали очень много, большой шаг в понимание игры, в изменение тактики. Поэтому, скажем, спасибо команде. После второго пропущенного гола махачкалинцы обложили Ростов штрафной. Но продраться сквозь цепкую и насыщенную оборону не получалось. Стратегическое преимущество Ростов получил в конце первого тайма. Естественно, зная то, что Ростов команда такая, скажем, оборонительного плана, но при этом очень остро контратакующая. Они, в принципе, во втором тайме и построили таким образом игру. Но мы путем взамен, все-таки, я считаю, что создали несколько опасных голевых ситуаций. Но единственное, что, конечно, реализация оставляет желать лучшего. Цифры 2-0 на табло продержались до финального свистка арбитра. Следующий тур Ростов проведет 2-го декабря в Москве против «Динамо». Роман Саганов, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...